Спорт сохраняет здоровье, продлевает жизнь. Это озвученная истина, но, к сожалению, не все ей следуют. Что нельзя сказать об участниках труслета для старшего поколения? В юбилейный пятый раз на него собрались более 400 ульянцев из всех муниципальных образований области. Само же мероприятие прошло в Языково-Корсунского района. В каждой команде по 10 человек. Женщина не моложе 55 лет. Мужчина не моложе 60 лет. Многие приезжают сюда уже не в первый раз. Александр Лобанов всю жизнь преподавал физкультуру в школе в селе Преслонихи. После выхода на пенсию он продолжает заниматься активным образом жизни. Я физкультурник, имею звание мастер спорта. Ну и по сей день занимаюсь этим спортом. Веду группу здоровья у себя в Преслонихи. Да, это с нашими, как говорится, не 50, а 60 плюс. А вот серебряный волонтер Валентина Язюкова с Чердогло в активной общественной жизни начала принимать участие после выхода на пенсию. Она бывает не только на турслетах, но и занимается социальными проектами. Готовится стать актрисой Земского театра, который в скором времени откроется в ее родном рабочем поселке. Здесь такая аура, здесь так хорошо, здесь такой свежий воздух, такие люди, дружные все друг к другу. Вот даже мы не знаем же никого, но мы очень хорошо общаемся между собой. Ну, в общем, мне очень все нравится. В течение двух дней участники турслета выполняли нормы всероссийского конкурса ГТО, бегали в командной эстафете, выполняли индивидуальные зачеты по настольному теннису, соревновались в шахматах и шашках. Жили в полевых условиях, конечно же, общались между собой. Приехал познакомиться с участниками турслета и губернатор Сергей Морозов. Глава области призвал людей серебряного возраста активнее работать с молодым поколением ульяновцев. И, собственно, примером показывать ценность здорового образа жизни и воспитания детей. Кто, если не вы, объяснит нашим детям о том, что рождение ребенка – это не путь к бедности, что рождение ребенка – это не черта или крест на карьере, да ничего подобного. У вас, наверное, у всех есть дети, дай бог, внуки и правнуки даже, может быть, и никто ведь не отказался от своей карьеры. Было трудно, но зато сейчас хорошо. По итогам всех участников наградили дипломами и памятными подарками. Победу одержала команда Сенгилейского района, которая отправится отдыхать в Феодосию. Вторыми стали цельнинцы, они поедут в Москву. Обладатели бронзы Димитровграда наградили путевками в Йошкар-Алу. Егор Титов, Данил Сурков, Новости Управда ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok